сегодня будет видео по-другому снято шутка сейчас начнем я сейчас буду говорить вот от себя души скажем так за этим будущее я в это верю у нас есть море возможностей и надо их просто использовать ребята всем привет с вами я филипп захаров усадьбы 4 сезона сегодня воскресенье вечер в ресторане идет уборка и я нашел такой уголок куда составили все с подоконник в ресторане поэтому здесь так вот красиво видео сегодня будет на самом деле очень серьезное видео очень важное и если честно сказать к этому видео я готовился очень долго в своей голове морально и очень долго откладываю съемку этого видео и сценарий не не писал я сейчас буду говорить вот от себя души скажем так я думаю что это вообще самое важное видео которое я сейчас хочу снять из всех предыдущих а может быть даже и последующих посмотрим досмотрите до конца и напишите свое мнение в конце это мне на самом деле очень важно это важное видео я хочу снять очень серьезный ролик и начинаем сегодняшнем видео будет идти речь об агротуризме что это такое агротуризм почему это так важно и как его нужно развивать продвигать и как она вообще нам всем вместе поможет лучше жить вот смотрите что такое агротуризм это такая система отдыха когда семьи с детьми или просто молодые люди ну неважно в общем друзья семьи дети выезжают отдохнуть на природу на реально действующие сельхозпредприятия эта система была основана придумана первые шаги в ней были сделаны в 80-х годах в италии когда пришли крупные производители агропромышленные комплексы и задушили ценами простого крестьянина и фермера простой крестьянин не мог выдержать конкуренцию и стали бросать землю и уходить в это время итальянское правительство понял что сейчас процесс идет к тому что земли будут все брошены и чтобы остановить этот процесс придумали вот эту систему агротуризм когда крестьянин или фермер по если по-европейски говорить до открывал у себя на ферме на любой там оливки они выращивают или виноград или сыры делают открывал у себя либо объект питания либо магазин либо какой-то гостиничный небольшой там комплекс на то есть номера для того чтобы переночевать крестьянина сразу освобождали полностью от налогов и плюс это давало ему возможность дополнительного заработка сейчас эта система распространена по всей европе например там в польше практически нам ноги на многих фермах можно приехать пожить купить посмотреть поучаствовать в процессе прибалтики это очень сильно развита естественно в италии практически на любую ферму семейную можно приехать но как минимум что-то купить то есть магазин как максимум это провести неделю на природе пообщаться с животными или посмотреть за какими-то сельхозяйственными процессами нашей стране агротуризм находится в зачаточном состоянии проблему в чем проблема в сознании людей дело в том что фермеры зациклены на производстве продуктов я вот всегда своим знакомым друзьям и вот гостям рассказываю что наши фермеры живут вот так вот все они видят я фермер я произвожу молоко я произвожу сыр я произвожу продукт я зарабатываю на продаже продуктов вот сейчас ребят к фермерам это тупик вы можете конечно меня обидеться я не знаю услышите реально я занимаюсь фермой там пять лет я посчитал все модели зарабатывания денег на сельском хозяйстве только объемом можно заработать если мы держим 5 10 20 50 коров или неважно какие другие животных мы просто будем сводить концы с концами все не будет достойного заработка только в комплексе можно конкурировать с крупными производителями из сетями что дает фермер дает качественную вкусную полезную продукцию но это не главное главное что мы можем дать это эмоции и атмосферу это не может дать ни одна фабрика или предприятие или огромный коровник где тысячи голов стоит вот настоящая деревня настоящее фермерское хозяйство где занимаются люди любимым делом неважно каким выращивают картошку или кормовую свеклу или выращивают там свиней на на откорм на мясо или выращивают как вот мы допустим молочная ферма да мы выращиваем коров и производим молоко и сыр любое вот это предприятие может подарить незабываемые деревенские эмоции и незабываем атмосферу отдых в этом месте он он я не скажу что это там самый лучший отдых в мире нет он просто другой он такой день такой отдых который не похож ни на какой сейчас речь не идет о том что все должны вдруг резко взять и каждую неделю ездить деревню отдыхать нет такого не будет вот я фермерам обратился ребята задумайтесь на самом деле самый простой первый шаг это экскурсии это не требует никаких вложений у вас уже есть ферма действующая это требует только вашего времени ваших эмоций вашего желания но это за этим будущее за агротуризмом будущее мелкий фермер не выживет только на одних продуктах питания и не обеспечит себе и своей семье достойный достойный заработок да потому что ну кто занимается хозяйством все это знают что такое корова сколько месяцев году он дает молоко сколько она растет пока он даст молоко и так далее и тому подобное это была часть для фермеров а сейчас будет часть для горожан я тоже горожанин я как бы получается 5 дней недели работаю в москве два дня в неделю работы на ферме и душа моя всегда на ферме все 7 день недель дело в том что в городе выстроен определенный цикл жизни до определенные есть инфраструктуру которая создает определенный тип потребление и определенный тип проведения досуга и свободного времени то есть пять дней недель человек работает потом он два дня в неделю ходит по торговым центром по кинотеатрам оставляет там деньги таким образом живет проходит 11 месяцев покупают путевку и едет на море средний такой я сам также жил и может быть также совсем недавно жил и можно даже также живу по каким-то тоже стереотипом принцип но надо понять что если каждая семья один раз в год это не так много это не так часто будет выезжать куда-либо на природу это неважно пусть это будет дом отдыха или пусть это будет как вот у нас агротуристический комплекс или это будет какая-то какой-то музей в московской области или там в области вашего города где вы живете но это в корне может изменить жизнь людей которые живут не в городе самое тоже интересное это же как сказать это синергия горожанин поехав отдохнув там на природу на свежий воздух не знаю на в деревне он же перезагрузится у него изменится тоже сознание перестанет нервничать перестанет жить в каком-то страхе перестанет злиться понимаете и получит полезную продукцию классный отдых проведет время со своими друзьями или близкими и поможет другим людям это очень важный момент потому что сейчас система так устроена что все денежные потоки они крутятся в пределах мегаполиса ну допустим там москвы так закольцовано все что деньги не выходят из москвы ты заработал деньги в москве пошел торговом центре их оставил и вот они крутятся да там это такой простой скажем так может быть дилетантское объяснение смысл это смысл что деньги крутятся в одном ядре а если вот семья допустим 10 москва здесь вот можайск если семья какая-то уехала в можайск оставил здесь денежку вернулась в москву это денежка она здесь попала к людям простым людям которые здесь работают вот мы там создали допустим там 8 рабочих мест эти люди они все равно с этими деньгами никуда не не убегут не спрячет себе под подушку если он их потратит и деньги вернуться в москву никто от этого не обеднеет но экономическом кругу будет задействовано больше людей и все будут жить лучше и самое главное что будет лучше жить село для нашей страны агротуризм это колоссальная возможность и это может быть даже какая-то необходимая вещь чтобы наша земля не была заброшена чтобы люди не сводили концы с концами живя в деревне чтобы у всех была достойная хорошая и счастливая жизнь хотя я вам скажу так если честно говоря мне кажется что люди которых немного денег но они занимаются любимым делом они все равно счастливы и счастливы и многих людей которых очень много денег я вот много общаюсь с простым с простыми рабочими с фермерами с там сотрудниками с гостями я вижу что некоторые люди у них все есть они недовольны а у некоторых людей есть немногое но они счастливы поэтому это очень такая вещь счастье она находится внутри нас и только мы сами можем себя сделать счастливыми или несчастными но это наверное уже тема для другого видео а вот про сегодняшнее видео про агротуризм это первый мой рассказ о том чем вообще мы занимаемся и для чего мы этим занимаемся я хочу своим примером не просто снять видео и сказать ребята занимаясь агротуризмом все у вас будет хорошо мы создали нашей семьей агротуристический комплекс и хотим создать экономически эффективную модель который позволит хорошо жить в деревне тем людям которые работают в деревне и развернуть горожан лицом к селу как я говорю как бы может быть это как вам кажется что это из восьмидесятых репортаж какой-то нет на самом деле надо задуматься наши действия нашей жизни так устроено что мы можем вокруг себя очень много чего изменить просто проявить интерес к тому что находится за пределами макада это первое видео про агротуризм я дальше буду обязательно рассказывать просто нельзя сразу изменить мир но шаг за шагом можно я в это верю я буду пропагандировать агротуризм и буду дальше рассказывать и показывать на своем примере как надо работать как можно зарабатывать в деревне как можно жить полной жизнью быть счастливым человеком от того что от того что у нас есть море возможностей и надо их просто использовать и одна из этих возможностей это проводить выходные со своей семьей на природе в том или ином месте вот такой сегодня было видео это было знаете как я к нему не готовился я верни как не готовился я об этом думал несколько лет в голове но конкретно сценария и что я буду говорить я не знал сейчас сел вот такой воскресный вечер спокойное состояние и я вот решил так взять и вам все рассказать надеюсь вам было интересно если вам нравится эта идея которую я высказал что туризм агротуризм он способен оживить жизнь в нашей стране ставьте лайк этому видео может быть если посчитаете нужным отправьте кому-то из своих друзей или знакомых потому что чем больше людей узнает о моей идее это скажем так не моя идея да эта идея которую я поддерживаю вот так скажем но я хочу про нее рассказать можно большему количеству людей чем больше людей узнает тем большему количеству людей она сможет помочь я надеюсь что так и будет наш канал он о жизни и ежедневных делах в деревне скажем тогда и на ферме поэтому мы снимаем и про животных и про готовку и про настройку и про сыроделие кстати говоря поэтому подписывайся наш канал смотрите как живет наша усадьба как она развивается и как мы будем все вместе развивать агротуризм в нашей любимой стране а с вами был сегодня я филипп захаров усадьба 4 сезона всем пока